ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пассажиры, которые хотели вылететь из Бегишева в Шереметьево, застряли в Нижнекамске на 7 часов. Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла рейс с 11 часов дня на 6 часов вечера. Отвечая на наш запрос, почему это произошло, «Аэрофлот» сослался на некие технические причины. По сообщению авиаперевозчика, представительство компании переоформило желающим авиабилеты на другие рейсы, в том числе трансферным пассажирам, которые приобретали единый билет со стыковкой в Москве. Пассажиры делились в соцсетях фотографиями с комментариями, что их накормили горячим обедом. В 2017 году Татарстан станет пилотным регионом, где Академия безопасного вождения от завода «Форд» приведет десятки мастер-классов для водителей школьных автобусов, чтобы они точно знали не только, как связаться с экстренными службами в случае ЧП, но и как действовать в экстренных ситуациях. Часто водители с большим стажем не до конца оценивают собственные риски. То есть они считают, что я справлюсь, я смогу, я тысячу раз попадал в эту ситуацию. И когда ситуация чуть-чуть меняется, для него это оказывается сюрпризом. Допуск к ЕГЭ сегодня получали одиннадцатиклассники. Они писали итоговые сочинения. Темы и сочинения стали известны за 15 минут до начала экзамена. На выбор было дано пять направлений. Например, такие как чувство и разум, дружба и вражда, честь и бесчестие. А написать нужно было его за 3 часа 55 минут. Особых трудностей, кстати, у ребят не возникало. Сейчас за дело взялись преподаватели, которые будут проверять работы. Результаты станут известны не позднее 25 декабря. В 32-й школе открылся зал борьбы, который станет лучшим не только в городе, но и в республике. Здесь дети смогут заниматься борьбой на бесплатной основе. Об этом позаботились спонсоры в лице руководителя компании М7 Ленара Гаядова. Этот зал должен стать кузнецей кадров будущих чемпионов по вольной борьбе. В 18 часов 30 минут в эфир выйдет итоговый выпуск новостей. Вот одна из его главных тем. 15 тысяч могут превратиться в полтора года колонии. Как я ему показал, деньги под ее 15 тысяч. Из-за чего инспектор ДПС оказался на скамье подсудимых. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт, его адрес ntrdefis24.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok